Представители международных финансовых организаций, крупнейших транснациональных корпораций, делились советами о том, как в Казахстане развивать сельское хозяйство. Сегодня в Астане прошло 28-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов. О том, когда отечественные аграрии начнут использовать в своей работе датчики GPS, спутниковые технологии, беспилотные летательные аппараты. Также, почему Нурсултан Азарбаев предложил президенту Европейского банка реконструкции и развития заняться рекламой казахстанского продовольствия, расскажет мой коллега Даниар Рамазанов. Встречать высоких гостей для столичного дворца независимости не в новинку. И пусть это мероприятие не самое масштабное, собрало здесь немногим больше сотни человек, но оно особенное. Совет иностранных инвесторов проводит здесь сегодня свое 28-е пленарное заседание. Его главная цель – создание благоприятного инвестиционного климата, что, кстати, пока неплохо удается. За последние 10 лет в экономику нашей страны поступило более 200 миллиардов долларов США. Открывая работу форума, Нурсултан Азарбаев объяснил собравшимся, почему основной темой было выбрано именно развитие аграрного сектора. Аграрный бизнес в Казахстане становится все более выгодным и важным сектором для экономики. Мы проводим в стране целенаправленную работу для того, чтобы в полной мере использовать потенциал имеющийся. Реализация масштабной программы «Агробизнес-2020», в рамках которой в агропродовольственный сектор будет инвестировано свыше 16 миллиардов американских долларов. Это немало для нашей страны. Значимую роль Казахстана в мировой продовольственной безопасности особо подчеркнул сегодня президент Европейского банка реконструкции и развития. Шутка ли, наша страна стабильно занимает первые и вторые места среди экспортеров муки и находится в десятке мировых лидеров по продаже зерна. Кстати, о качестве казахстанского хлеба и зерна банкир знает не понаслышке. Более того, как оказалось, это вообще одна из причин, по которой ему нравится приезжать в Казахстан. Я очень рад тому, что сегодня мы обсуждаем сельское хозяйство. Я пробовал очень много вкусной продукции. Рис из козелорды, яблоки из Алматы и, конечно же, хлеб из казахстанской пшеницы. По информации моих друзей, казахстанская пшеница – лучшая в мире. Многие эксперты это подтверждают. Ваша высококачественная пшеница дает вам конкурентное преимущество над другими экспортерами регионов, включая Украину. Обо всех этих преимуществах и тем более качестве нашей пшеницы казахстанцы, разумеется, прекрасно знают. Другое дело, что весь потенциал отечественного сельского хозяйства еще не совсем знаком зарубежным потребителям. Глава государства тут же предложил банкиру активнее заняться пропагандой казахстанских продуктов. То, что вы сказали, что здесь еда хорошая, если президент Европейского банка везде, в других местах будет пропагандировать казахстанское продовольство, то это уже будет помощь аграрному комплексу. А помощь действительно нужна. По словам президента, аграрный сектор пока еще не стал драйвером экономического роста страны. Да и то, что за последние пять лет завозить из-за рубежа мы стали больше на 45%, потратив при этом почти 20 миллиардов долларов, чести нам не делает. Более того, наше сельское хозяйство, являясь крупнейшей частью экономики, в структуре доходов страны занимает очень небольшую долю. Значит, нужно что-то менять. Рецепт от президента? Работать надо по-новому. От прямых субсидий отходить, от деньги направлять на науку и инновации. 150 миллиардов тенге субсидий, налоговое поступление от аграрного комплекса 27%. Никуда не годится такой бизнес никому. Во всем мире сельское хозяйство переходит в разряд высокотехнологичных отраслей. Например, в конце 80-х годов прошлого столетия такие страны, как Бразилия, Чили, Австралия, Новая Зеландия, переориентировали господдержку от прямого субсидирования производителей в пользу научных исследований и разработок. Мы к этому еще даже не приступили. О том, к чему казахстанские аграрии еще даже не приступали, сегодня рассказывал не только президент, но и инвесторы. 215 миллионов гектар наших сельхозугодий – это 4% всех мировых ресурсов. Но результат зависит не только от количества земли, а от качества ее использования. Предложение члена совета внедрит принцип точного земледелия. Казахстан должен использовать преимущества современных передовых технологий, чтобы определить наилучший способ использования каждого квадратного километра земли. Технология точного земледелия включает в себя слежение через GPS, использование спутниковых технологий, беспилотных летательных аппаратов и другие, которые специально разработаны для сельского хозяйства. Плюс ко всему внедрение этой технологии поможет диверсифицировать казахстанскую экономику. Диверсифицировать казахстанскую экономику должны и новые предприятия. Нурсултан Назарбаев очередной раз призвал инвесторов строить заводы в нашей стране. Тем более, что об условиях, которые для иностранных бизнесменов здесь создаются, можно только мечтать. Инвесторы в приоритетных отраслях у нас освобождаются от некоторых видов налогов, а после запуска объектов государство компенсирует до 30% капитальных затрат. О таком бизнесе мечтать можно? Есть где производить, есть где переработать и есть готовое место, где продать и получить деньги. Все это можно у нас производить внутри страны. Для тех, кто готов инвестировать, есть гарантированный рынок взбыта, как вы видите. То, что бизнес мечты в Казахстане – это реальность, как оказалось, инвесторы уже знают. Многие из них даже на сегодняшнее заседание пришли не с пустыми руками. На рассмотрение президенту уже поступило несколько предложений. Уже сегодня ко мне обратились руководители отдельных компаний с предложениями по созданию производства говядины по высоким международным стандартам. Я поручил правительству поддержать предложение провести переговоры с этими компаниями. Вообще-то перед началом заседания я сомневался. Все же все вы, присутствующие члены совета, в общем-то напрямую не относятся к сельскохозяйственным делам. Я про себя думал, о чем будем говорить. Однако, как видите, для инвесторов, для финансовых институтов непочатый край работает. И работать в этом непочатом краю транснациональные корпорации уже начинают. Сегодня же Нурсултану Назарбаеву были презентованы 15 проектов сельхозпереработки. А следующее 29-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов было решено посвятить теме «Астана – Международный финансовый центр». Дания Рамазанов, Бахтия Арзаев, Астана.